Андрей, давайте вернемся к выборам азербайджанских. Много прогнозов здесь, но все-таки какая цель у этих выборов? Вы что думаете? Да, вы совершенно правы, что много оценок. В том числе, по-моему, некоторые авторы и некоторые эксперты прибегают на этот счет к излишней конспирологии, прямо увязывая по времени объявление даты досрочных выборов в Азербайджане с состоявшимся накануне визитом в Баку помощника госсекретаря Блинкина, господина О'Брайена. Вот я думаю, я думаю, возможно, я где-то ошибаюсь, но я думаю, что для Азербайджана эти досрочные объявления выборов, это, кстати говоря, не первый уже подобного рода шаг, вот недавние парламентские выборы тоже были досрочными. И, кстати говоря, если вы посмотрите на календарь различного рода выборов в Прикаспийской Республике, то мы видим, что так или иначе близко по времени совпадали президентские выборы 2015 года, местные выборы, если не ошибаюсь, декабрь 2014 года и парламентские выборы. Так что я думаю, что здесь, с одной стороны, некий организационный момент, с другой стороны, это, конечно же, символизм. Не следует забывать, что эти выборы впервые в 1991 году будут происходить по всей территории бывшей Азербайджанской ССР. И я думаю, что действующему главе государству важно еще раз это подчеркнуть. Ну и, в-третьих, конечно, лечь идет о том, чтобы зафиксировать нынешний уровень популярности, поддержки Ильхама Алиева, потому что победная эйфория рано или поздно сойдет. Ну это, конечно, так. Проблемы останутся. Не следует, что Азербайджан свободен от проблем социально-экономических, которые есть по всему постсоветскому пространству и по всему миру. Поэтому здесь, мне кажется, основной цибис нужно искать в этом. Да, это понятно. Все понимают, что эйфория победы поможет Алиеву. Но тогда непонятно, зачем такие репрессии против журналистов и политических активистов. Что сейчас творится в Азербайджане? Вы знаете, политические активисты, они репрессируются. Если вы намекаете на то, что речь идет об репрессиях только в сторону, так сказать, прозападных и проамериканских. Не, не. Это абсолютно нет. Об этом говорят азербайджанские источники. Ей, кстати говоря, в Азербайджане не очень много, но они есть. Я думаю, что это природа, так сказать, действующей власти в этой стране. Многие ее сравнивают по типажу с центрально-азиатскими режимами. Я слово режим говорю в безоценочном смысле. Вот, поэтому здесь плюс еще, конечно, я думаю, что в Баку опасаются даже признаков каких-либо давления со стороны Запада. Все же есть опасения. Я говорю, что подобного рода попытки там были. Они, хотя очень давно, но в 2004-2015 году там были попытки провоцировать массовые, так сказать, волнения. Даже я сейчас не помню, какой-то революцией тоже это называлось. Но это тогда удалось пресечь. И потом, я думаю, что кроме того, в Азербайджане все-таки хорошо помнят. Хотя сейчас там власть была сильная, но такое было не всегда. В 90-е годы там была несколько другая ситуация. И плюс, конечно, любые, скажем, попытки влияния извне на, так сказать, активную часть населения данной республики. Будь то из Америки, будь то из Ирана. Да, мы знаем, что там тоже не все просто. Особенно, если это религиозно мотивированные какие-то, да, так сказать, факторы вступают в силу. Ну, все это встречает противодействие со стороны. Плюс ко всему этому межклановое сопротивление, борьба. Здесь сложно сказать. По-моему, все-таки здесь достаточно устоялся в этом плане, так сказать, система власти в Азербайджане. Насколько я могу судить, так сказать, сидя из Москвы, да? Да. Вот, но, возможно, везде есть какие-то процессы. Мы знаем, что сейчас такая обстановка несколько нервная повсюду. Вот, все-таки не стоит сбрасывать со счетов и, так сказать, факторы Ближнего Востока, да? И фактор интереса тех же американцев к Азербайджану с точки зрения, и Кавказу в целом, с точки зрения противостояния вот тем российским коммуникационным проектам, которые выстраиваются в сторону Ирана, в сторону Ближнего Востока. Все это вовлекает и вот эти пограничные государства в такие достаточно серьезные и не всегда, скажем так, ясные процессы. Процессы, которые могут иметь самые разные, так сказать, измерения, да? Да, и мы прекрасно понимаем, что в относительно небольших странах и Азербайджан, и Армения, и Грузия относятся к их числу. Внешняя политика тесно связана с внутренней. Она и в России тесно связана. Сейчас, чем дальше, тем больше мы видим на фоне вооруженного конфликта продолжающихся. Я все-таки думаю, что есть давление со стороны Запада на Азербайджан завершить процесс мирного улигурирования. И это в первую очередь со стороны Вашингтона, потом, наверное, со стороны Брюсселя. Но поскольку они пытались и отказались от многих встреч и даже встреч министров иностранных дел, во-первых, я думаю, что выборы будут предлогом не продолжать или продолжать, но не подписывать договор о урегулировании отношений, мирный договор. То есть с переговорным процессом связаны по этим? Да, я думаю, что связаны. И я думаю, что после февраля в Баку придумают новый предлог. Но может быть, что они считают, что в следующий год также предвыборный и в России, и в Соединенных Штатах будут президентские выборы. А мы все знаем, что политика Байдена и Трампа, главных конкурентов на этих выборах, они радикально отличаются. И может быть, Алиев считает, что если Трамп будет избран, то тогда все эти давления со стороны Запада уменьшатся. И тогда они могут либо не подписать мирный договор, либо подписать в том виде, в котором они сами это со стороны силы думают. Ну, Андрей, что скажете? Есть такая точка зрения, безусловно. Говорится о возможной прямой связи, о том, что, так сказать, это связано. Досрочные выборы могут быть связаны в Азербайджане, в том числе и с попыткой несколько ослабить давление, которое якобы оказывается со стороны американцев. Я бы не преувеличивал все-таки важности этого фактора. Хотя, конечно, возможно, попытки давления были. Но я что-то не вижу, чтобы последние по времени переговоры того же Брайана в Баку, чтобы они продолжились какой-то более жесткой проармянской риторикой. И тем более практическими действиями. По-моему, действительно, в Америке явно не до этого. Насколько мы можем судить, из общедоступных источников там достаточно серьезная предвыборная действительно борьба. Во что она выльется, посмотрим. Здесь есть разные совершенно, так сказать, мнения по этому поводу. Но в любом случае, так или иначе, вот эта вот внешняя, так сказать, конкуренция между различными центрами силы, она будет оказывать влияние на происходящие процессы. И, возможно, в Армении полагают, что здесь есть некое окно возможностей. Получить нечто большее в диалоге с Вашингтоном и с Брюсселя. Но будущее покажет, насколько оправданы подобного рода ожидания. Я думаю, что просто здесь важно все-таки сохранять какой-то баланс и, так сказать, понимать, что ситуация может повернуться по-разному и, так сказать, любым образом.